Добрый вечер! Рад начинать нашу сегодняшнюю встречу. Скажите, напишите, пожалуйста, как меня видно, слышно, потому что я первый раз провожу вебинар с этого ресурса, с нашего, с компанией. Поэтому... Ой, здорово! Плюсики это я так понимаю, что хорошо. Ой, ну замечательно. Я еще буду громко говорить, поэтому я думаю, все будет отлично слышно. Ну что, добрый вечер! Рад, что сегодня у нас предоставилась возможность так пообщаться, хоть я вас и не вижу, но, по крайней мере, мы с вами все вместе, у нас есть будет возможность пообщаться и позадавать вопросы, и обратная связь у нас будет. Мне, Марина Федоренко, буквально вот сколько, это неделю назад мы еще запланировали наш сегодняшний вебинар, хотя я знал то, что буду находиться в регионах. И на данный момент я опять же в регионе нахожусь, я в городе Винница, вчера в городе Умань, ночью только сюда приехал где-то полвторого, в 7 утра уже ехал встречать Константина Тарнопольского, вот мы говорили то, что мы сегодня вдвоем будем вебинар с ним проводить, он сейчас вот как раз только приехал. Сегодня встреча огромная, целый день встречи, причем встречу я тоже должен был проводить, но получилось так, что я приехал сюда на вебинар, а Костя уже допроводил встречу, ехал к нам сюда. Ну в общем график очень насыщенный, каждый день встречи, развитие сейчас. Я сейчас реально понимаю то, что вот если взять суммарно, я в коралловом клубе 7 лет, то сейчас, наверное, это тот момент, когда я действительно начал действовать. Все, что было до этого, скорее всего, это была подготовка. Никогда в жизни я в таком режиме не работал, так как мы сейчас работаем. По встречам, по развитию, по подписаниям, по товарообороту, по директорам сколько в месяц сейчас. И вот сейчас я вот точно себе отдаю в этом отчет, действительно пришло понимание, как вообще все это происходит. Потому что когда становился мастером, я пришел в 19 лет, 22 года я стал мастером тогда, причем был период, когда я не рос, а потом примерно за 4-5 месяцев, это было золотого директора, я мастером стал. И это все было так, немножечко в тумане, эйфория, все классно, мы работали. Но вот так, чтобы научить, показать, передать опыт, тогда я не мог объяснить, ну работать и все нужно. Сейчас, конечно, многое поменялось, многое изменилось, и сейчас мы знаем, что делать и как делать, и я поделюсь, как мы работаем, все расскажу, мы пообщаемся на эту тему. Вот у нас очень много вопросов мне написали, о чем сегодня хочется поговорить. Я так понимаю, это общая система опросов была, значит, о чем мы говорили. Сегодня речь пойдет. Наши вопросы. Как вы приглашаете скрипты на встречу к наставнику, «Открытую встречу по бизнесу», «Открытую встречу по здоровью» на бизнес-семинар? Следующее. Ваш план проведения мероприятий, бизнес-здоровье, какие мероприятия проходят в неделю, в месяц, в три месяца, в шесть месяца, в один год. Как показываете текст на первой или второй встрече развития в бизнесе через семинары и презентации? Дальше. Цель каждой встречи, ваш пошаговый алгоритм введения человека в бизнес, например, первая встреча, личная история, бизнес-предложение, вторая встреча, третья встреча. В общем, я так понимаю, что все эти вопросы нам как минимум нужно высвободить время так до утра. И вот это все мы сможем обсудить. И как встречу провести, и как на семинары, и как то, и как приглашать, и все скрипты. То есть это фактически то, что мы проводим за двухдневный семинар. Я постараюсь сейчас уместить в нашу одну вот эту вот небольшую встречу. Я думаю, что по ходу можно писать вопросы, на некоторые сразу буду отвечать, ну а на некоторые уже, наверное, в личном общении. Давайте я, наверное, скажу, немножечко хоть ближе познакомимся с теми, с кем мы не знакомы лично. Вот. Меня зовут Александр Завгородний, серебряный мастер, Украина. Сейчас нахожусь в Виннице. Вообще город Киев сейчас переехал жить. Собственно, вот таким вот образом. В Украине у нас все замечательно, идет развитие, рост. Хотя, несмотря на то, что действительно ситуация... Ой, как все надо, перечисленное написали. Спасибо большое. Ну поговорим об этом сегодня. Вот. В Украине все отлично, у нас идет рост, идет развитие. Причем один из самых больших, динамичных, вот скажем так, темпов. Это происходит у меня в Украине сейчас. Плюс сейчас директора есть и в Италии появились. Давайте, наверное, так. Так, я расскажу, что у нас сейчас происходит в плане результатов. Да, сколько встреч, какие товарообороты, какие, сколько директоров новых. А потом расскажу, как мы это все сделали, потому что это ведь все в памяти, ведь мы это все прошли сейчас, да. За прошлый месяц у нас в организации появилось новых, сейчас скажу вам точно, 16 или 17 директоров за один месяц. То есть это открытые квалификации директоров. Соответственно, серебряные, золотые директора, несколько изумрудных директоров, бриллиантовый новый директор. Директор Александра Вильгельм, девчонка, 18 лет, открыла бриллиантового директора. Причем она перескочила, по-моему, изумрудного директора, если я не ошибаюсь. Даже его не открывала, золотого на изумруд. У нее в организации новых, сколько, около 9 директоров за месяц появилось. Вот. Плюс и открытый новый мастер квалификации, это Константин Тарнопольский, он открыл мастера. Причем, да, вот Александр Вильгельм пишет, да. Это вот он тоже сейчас нас слушает, это команда в Киеве. Привет, ребята. Вот. Константин сейчас серебряного директора до мастера, он дошел за 9 месяцев, это произошло в Украине. То есть, когда говорят, знаете, что там кризис, у кого-то что-то происходит, а мы явно знаем, что это шанс. И хотелось очень, знаете, как, показать, что действительно это работает. Конечно, еще не все получается, что мы хотим, и не те, и темпы, которые хочется. И Константин, он просит еще его не поздравлять, хотя я передам ему поздравления. В любом случае, да, это результат, потому что, как бы там ни было, мы открыли квалификацию, нужно дальше развиваться, нужно дальше что-то создавать. Вот. Но, понятно, что не останавливаться. Хотя приятно, спасибо. Вот. И, конечно же, есть люди, которые не растут так быстро. Я не могу сказать, что абсолютно каждый человек в нашей организации растет. Нет. Но я точно знаю, что каждый человек, который сегодня хочет, вот мы знаем, что и как делать для того, чтобы здесь состояться. Я вот этими моментами всеми сейчас с вами не боюсь. Прошлым месяцем у нас открылись директора в Италии. Сейчас в Италии около 10 директоров, наверное. В Испании открылся директор. Ну, плюс вся Европа там сейчас директора. И в Варшаве в прошлом месяце директор открылся. Где-то еще, по-моему, я уже не помню, если честно, но уже все немножечко поперепутывалось. Вот такая вот штука. Вот такие вот моменты, такое развитие сейчас идет. Ну что, готовы? Тогда давайте поговорим пошагово. Я постараюсь сейчас хоть как-то конструктивно, пошагово, чтобы отделить одно от другого. Зафиксировать, чтобы вы это могли записать, как-то отметить себе, что делать, как делать, чего начинать. Давайте мы, наверное, начнем с пошаговой системы работы с человеком. С момента, когда он приходит, начинать с ним, как с ним работать. Первое, когда человек приходит и говорит, я хочу, то есть я готов, я включаюсь в бизнес. Первое, с чего мы начинаем, мы говорим о партнерстве, о взаимных обязательствах. Вы многие знаете эти пункты, слышали об этом на всех конференциях. Шикарное видео, есть Алексея Луконина, 5 базовых пунктов МВМ. Посмотрите его, это как отдельные часовые темы, очень глубокие, ключевые люди тоже. У нас эти пункты очень простые, то есть это личные цели по здоровью, человек их получает. Второе, это каждый день действия. Мы говорим о потоке встреч. Что значит действие? Задача человека каждый месяц организовывать 30 встреч в месяц. Это минимальная задача его с наставником. Все, что меньше, это не относится к бизнесу практически. Третье, это события. Мы сразу же проговариваем, на какие человек едет событие. И четвертое, это ежедневная связь с наставником. То есть каждый день анализ, каждый день мы встречаемся, анализируем, либо просто в скайпе мы планируем, что мы делаем дальше. Ну вот таким вот образом. И теперь давайте пошагово. Когда человек говорит, вот Константин у нас только что приехал со встречи, он будет, я передам ему слово, он расскажет свое видение, как это все у нас сейчас происходит, поделится своим опытом и результатами. Ну в общем, значит смотрите, ребят, первое, сразу же с первых моментов мы человеку стараемся дать понимание, что такое наш бизнес, от чего он зависит и в чем конкретная его задача. Самая главная задача человека это научиться отбирать людей. То есть нам нужно 3-5 партнеров и 15-30 семей потребителей. Основную стратегию, которую я людям сразу же передаю, мы работаем сейчас с предложением бизнеса человеку. То есть я понимаю, что многие так не работали, но именно то, что мы сейчас это начали делать, дача дала нам рост. На вопрос о потребителе как же, и 90% потребителей появляется. К примеру, когда приходит человек в бизнес, тут же охватывается вся его семья, близкие, родные, мамы, папы и так далее. И эти люди приходят в первую очередь на продукт. Поэтому с продуктом, с потреблением, ну все отлично, потому что, ну Костя открыл мастера с товарооборотом 16 тысяч. У нас товарооборот поднялся в 2 раза за месяц. Вот таким вот образом. Поэтому мы сразу же эти моменты проговариваем. И все, на чем мы должны концентрироваться, это показать человеку, как отобрать человека. То есть вся наша система, она заключается в отборе. Ну и потом включить человека в саму систему. Не знаю, немножечко может сумбурно говорю, но хочется, знаете, очень много практики дать. Поэтому я надеюсь, что успеваете за тем, что я сейчас рассказываю. Итак, первое, о чем мы начинаем вообще, с чего мы начинаем работу с любым человеком? Человек приходит, и его задача написать список знакомых. Причем написать абсолютно всех людей. То есть собрать визитки, которые лежат дома за весь период. Их переписать в список. Все друзья, знакомые, родственники. Ну прям абсолютно все, которые есть у человека. Здесь все понятно, не буду об этом долго. Идем дальше. И следующий момент. Задача научиться грамотно работать с этим списком. Мы берем, и что мы делаем? Мы под сель, мы с человеком. Как мы часто это делаем? Вот мы собираемся, троем, пятером, восемь человек. Ну из опыта пять человек это максимум. Обычно я собираю командами. Вот у меня сейчас семь веток директорских есть. И сейчас еще восьмая и девятая появляется. Ну в принципе еще и десятая по плану. Вот такие вот моменты. Поэтому что мы делаем? Мы собираемся, каждый приходит со списком. То есть допуск на эту школу фактически это список человека. И что мы делаем? Мы берем и с каждым человеком мы начинаем звонить по очереди. Мы прописываем текст скрипт, то есть под знакомого, под бизнесмена, под сетевика. Прям фактически дословно. Сколько людей список минимально? Ребят, такого нет. Список это ваш бизнес 100, 200, 1000 человек. Чем больше, тем лучше. Это первые моменты. Дальше. Мы учим людей тут же пополнять список знакомых. Методик разных есть. То есть есть через интернет. Есть звонки по объявлениям. Я сейчас немножечко эти моменты вам расскажу, как мы это делаем. Вот. Есть работа с сетевиками. Есть список, есть рекомендации. Каким образом это все происходит? Основная задача – организовать поток встреч. Человек, который будет на это способен, особенно организовать поток людей в бизнес, колоссальный рост будет происходить. То есть действительно директором люди становятся за 3, за 5, за месяц. Причем мы никогда не говорим, что нужно там продукт выкупить или еще что-то. У нас это запрещено. То есть естественным, нормальным способом все будет происходить. Представьте, вы провели 30 встреч по бизнесу в месяц. Просто представьте. Ну минимум, если все грамотно делать, 5-7 человек, им будет интересна тема бизнеса. В месяц 5-7 человек. А плюс продукты, потом и так далее, и так далее. Поэтому, как мы это делаем? Давайте по порядку идем. Если мы берем знакомых, я сейчас буду говорить определенные скрипты, как мы звоним. Берем близких друзей. Звонит человек своему другу. И близкому другу, в принципе, можно сразу говорить о чем-либо. То есть разговор обычный. Как дела? Обычный разговор. Мы спрашиваем человека, он, соответственно, спрашивает нас. Очень часто бывает. И фраза следующая, примерно. У меня многое в жизни сейчас начало меняться. И у меня вообще, я думаю, новый период начинается. Поэтому все круто. Фактически идеально это создать условия, при которых человек сам начнет спрашивать. Мы вот этому учим. То есть создание, ну как, зафиксировали тему и делаем так, чтобы человек сам спросил. И тогда мы не навязываемся, мы не уговариваем, человек сам спрашивает. Говорит, а что поменялось? Да я понял, ты знаешь, что так как идет сейчас дальше, мы не можем продолжать. Я не могу продолжать, потому что зарплата нищенская, с этих денег вообще ничего себе нельзя позволить. Надо что-то менять. Ты вообще думал об этом? Говорит, ну ты думал, да, какие варианты есть. Да, вот я сейчас недавно, вот тут ключевой момент. Я недавно, я только что, неважно как, я познакомился с человеком. Это вот фраза скрип, который работает. Который развивает бизнес сейчас в Европе и Украине. Прям дословный текст вам сейчас даю. Развивает бизнес в Европе и в Украине. У него сейчас идет развитие, и он предложил мне тоже этот бизнес развивать. Вот мне очень понравилось, поэтому я это направление сейчас осваиваю. Я вам гарантирую, 99% людей спросит, а что за бизнес такой? Слушай, я толком ничего не это самое не могу тебе рассказать. Вижу, что человек успешен, много чего достиг уже и так далее. Знаю одно, что тема связанная с водой, можно говорить, можно не говорить. Вот знаю одно, что здесь не нужно вкладывать деньги и здесь не нужно продавать. Это тоже у нас ключевые фразы. Почему? Потому что именно это один из основных аргументов бизнес-предложений. Большинство людей не идет на встречи, потому что это что-то с этим связано. Человек тут же спрашивает. Слушай, это сетевой маркетинг? Слушай, я не знаю, о чем ты. Я тебе еще раз говорю. Я понял, что здесь продавать и вкладывать деньги не нужно. Вот. А ты вообще как? Так, а ты думал какие-то варианты искать, что-то смотреть? Человек говорит, то в принципе, ну да, а что делать надо? Ну обычно вот такие вопросы появляются. Слушай, а давай я тебе организую встречу с этим человеком? И встреча тут же организовывает. Так, а что вы скажете сейчас? Что, получилось? А ну поставьте блюзики. Ой, ура, отлично. Мы перебежали в другую комнату с конструкцией. Видели бы вы, как это все происходит на стульях быстренько. Лампочку вкручали, вкручивали, потому что свет пропал. Ну все, замечательно, идем дальше. Отлично. А теперь бы мне вспомнить, на чем остановиться. Остановился, но не надо вкладывать и продавать. Начните, пожалуйста, снова с этого места. Да, все понятно. Значит, смотрите. Вот. Да, действительно, видите, у нас важная встреча сегодня, поэтому у нас такие всегда бывают моменты. Значит, смотрите. То есть не нужно вкладывать и продавать. Эта фраза, опять же, ключевая. Человек говорит от себя свое отношение. И его задача – организовать встречу с наставником. Следующее. Вот это по списку знакомых. Это как мы звоним знакомым. Если мы берем дальних знакомых, мы переводим в общий, то есть в оперативный список. Мы с ними наваживаем контакт. Здесь тоже все понятно. Следующие методы, которыми еще можно пополнять список и назначать встречи. Для нас эта тема называется «Звонки по предпринимателям, по объявлениям». То есть вы можете взять тысячи телефонов с интернетом, с разных абсолютно сфер, и начинать это делать. Мы делаем это все вместе. Мы садимся вот так вот по кругу. И с каждым человеком, с каждой командой мы это вот… Ну как, обзваниваем. Попроси, чтобы немножечко тише. Вот. Как мы это делаем? Каждый человек берет и звонит. И очень важные моменты. Во-первых, мы проговариваем и тембр голоса, и как звонить, и сами ощущения. Бывает, человек звонит, тараторит, да? Бывает, человек звонит слишком грубым голосом и заученным голосом. Это все будет влиять глобально на выход. Это все называется определенный навык, который нужно приобрести. Как мы примерно звоним? Ну вот примеры, я вам сейчас примеры такие назову. Мы можем в любой момент взять газету с объявлениями, сесть, позвонить. 10, 20, 30, 40 звонков, ну сколько? Ну 2 часа надо. И в принципе, завтрашний день научиться поорганизовывать встречи, ну встречи поназначать себе. У кого-то меньше, у кого-то больше. Кому-то нужно сделать несколько сотен звонков, чтобы был выход. Ну, по-разному на самом деле. Костик, к примеру, он сегодня сделал 3 звонка, у него было 3 встречи. Причем один депутат пришел, второй очень серьезный бизнесмен, ну и третий тоже. То есть мы и таким людям звоним. Кто-то звонит, тренируется на, ну к примеру, там продам кошечку, продам щеночка, то есть любое объявление, какое хотите. Итак, как это происходит? Давайте вот звонки по рекомендациям. Это одна из самых ключевых звонков, которые влияют фактически на скорость нашего с вами бизнеса. Научитесь брать, научимся брать рекомендации, им звонить, рост будет колоссальный. Как это происходит? Ну, к примеру, вот я недавно звонил, давайте по живой памяти позавчера. Люди, которые занимаются чем? Кто-то занимается недвижимостью, кто-то занимается психологией, массажистом звонил, звонил еще кому-то. Как это выглядит? Я просто звоню и говорю. Стаканчик. Как я звоню? Я говорю, добрый день, Александр, человек говорит, да. Или там Дмитрий, давайте, чтобы я от автологии не был. Добрый день, это Дмитрий, человек говорит, да. Меня зовут Александр, мне ваш номер телефончика дали, сказали, что вы занимаетесь недвижимостью, не имеет значения. Человек говорит, ну, да. А в чем дело? По какому вопросу я вам звоню? Наталья, проходите, да. Да, проходите. Вы можете присаживаться, да. Я встречу просто провожу, там слышно, как вы говорите. У нас здесь такая мини-встреча тоже в офисе, люди в офисе, говорю, дома, мы слушаем. Так вот, я звоню, давайте еще раз. Дмитрий, добрый вечер. Мне ваш номер телефончика дали, сказали, что вы занимаетесь недвижимостью. Он говорит, да, конечно. Сейчас удобно говорить. Человек говорит, да. В очень расслабленном состоянии, нужно звонить как предприниматель. Это очень важный момент. Я говорю следующую фразу. Я почему вам звоню? Я сам предприниматель, сейчас развиваю бизнес в Европе, в Украине. И сейчас идет очень серьезное развитие. Я ищу людей, с которыми можно на эту тему говорить. Я ищу партнеров в бизнес. У нас могут быть общие интересы. Я видел, вы тоже занимаетесь бизнесом. Как вы смотрите на то, чтобы пообщаться? То есть, обычная, нормальная речь, не заученная, даже где-то вы можете, я не знаю, запнуться, не имеет значения. То есть, вот такая вот речь. Все люди обычно спрашивают, а чем вы занимаетесь? Ну, как правило, из 10-9 точно спрашивают. Здесь очень важная фраза. Я говорю, что я занимаюсь бизнесом, то есть, развиваю бизнес, занимаюсь организацией системы сбыта в разных городах и в разных странах. Так и есть. Организация системы сбыта. Не связана с продажами, не связана с вложениями. То есть, тема, связанная с водой. Вы понимаете, на какое будущее и какая перспектива у этой темы. То есть, вода особого свойства. Я говорю, давайте в любом случае пообщаемся, познакомимся, а там увидим, будут ли у нас общие интересы и как мы пообщаемся с вами. То есть, задача в любом случае вывести человека на доверительное отношение. После этого будет результат уже какой-то. Часто бывает так, человек говорит, ну я не знаю, а у меня же сфера совершенно другая или я не бизнесмен. Я говорю, слушайте, так это в принципе-то не имеет значения. Вы знаете, что, например, я сейчас приехал в город, мне важны контакты разные. Возможно, я вас кому-то порекомендую. Вы же знаете, что рекомендациями обычно бизнес любой строится. Пообщаемся, там видно будет. Да-да, нет-нет, все очень просто. В любом случае, мой бизнес сейчас очень растет и я ищу людей, с которыми можно развивать разные города и разные регионы. То есть, вот она фраза. И фактически повторяю одно и то же два раза. Человек говорит, ну давайте, я знаю. Ну отлично. Давайте тогда пообщаемся, полчасика и обсудим этот вопрос более детально. Записали моменты, да? То есть, еще раз, ключевой фразой, я занимаюсь бизнесом в Европе, в Украине, ну в России, как у вас, как вы хотите, да? Ищу людей, с которыми этот бизнес можно развивать дальше. В разных странах тема, в принципе, очень перспективная. Ну желательно, чтобы ищу людей с предпринимательским опытом, не наемных работников. Можете таким образом еще говорить. Это следующий момент. Причем, вы знаете, у нас был опыт. Мы звонили людям и по здоровью. Добрый день, открылся центр живой воды, пятое-десятое, информируем вас и так далее, и тому подобное. Мы делали тысячи звонков. Сотни тысячи звонков. Как правило, да, интересно, скиньте информацию, но очень редко это доходило до какого-то серьезного результата. Опыт показывает, что если сделать те же самые сотню звонков по рекомендациям с предложением продукта, у нас выход ну просто в разы меньше получается. Просто в разы меньше. Мы перешли вот на такую методику сейчас, и люди реально идут на встречи. Ну вот реально каждый день, вот сегодня, ну наверное, встреч 10-12, может 15. Причем Костя приехал, он проводит, проводит свои встречи, провел, а я свои не успеваю, и он мои встречи проводит, другие встречи, вот это вот так вот целый день. Мы приезжаем в комоде, у нас есть торговый центр, это в Киеве на левой бережке. Мы садимся, мы можем с утра до вечера встречаться, звонить, ну там вот, к примеру, 10 столов может быть занято, там вот торговый центр огромный, и мы приезжаем как на работу. Приехали там в 9 утра, ну у нас такой график. Причем я знаю, есть встречи, нет встречи, если я приеду, встречи будут. Если их не будет, я сам возьмусь и я буду звонить. То есть я, ну фактически нет ни минуты простоя. Фактически за целый день приходишь, ну вот такое вот, в таком состоянии, буквально час передохнул, поел, и то бывает не всегда. И потом пошли европейские встречи. В 10, в 11, бывают 12 ночи, в Чикаго вот мы общаемся с человеком, на Игорь, если он слушает нас сейчас. То есть вот в таком вот ритме мы сейчас живем. Фактически это вот первый, самый главный навык. Если вы его освоите, тогда все будет происходить очень быстро. Следующее, откуда мы еще берем людей? Это интернет. Как мы это делаем? В интернете не работают спичи, в интернете не работает компания такая, это предложение супер-пупер. Ну мы это пробовали, по крайней мере. В интернете работает знакомиться нейтрально и как можно скорее взять скайп человека и выйти на скайп-общение. Там добрый день, мы развиваем что-то, ищем людей для того-то, вы сформулируйте свою речь, как она у вас будет. У нас нет идеального, одинакового текста. Каждый пишет по-своему. Но если каждый день знакомиться с людьми, писать, не надо писать, компания Коралловый клуб, ни в коем случае, потому что мы спамом просто завалим интернет. Этого делать не нужно. Чтобы потом люди после вас не услышали, чтобы они могли обратиться к этим людям. И так же вы наоборот. Это очень важное правило поведения в соцсетях. Плюс в соцсетях очень важно, чтобы была страничка грамотно оформлена. Ну вот у меня сейчас там 3-4 человека каждую неделю мы с кем-то знакомимся. Лично моя первая линия. Я просто даже не успеваю дорабатывать все эти моменты. Вот. В интернете все то же самое. Встреча по скайпу и мы проводим встречу по бизнесу. Да, сейчас я расскажу, как это происходит, как проводится, ну скажем так, формат встречи 2 плюс 1. То есть вот она методика. Главный навык научиться организовывать встречи по бизнесу. Следующий момент. Как мы проводим встречи по бизнесу? Это отдельная история. Опять же, это все вырабатывалось, искалось. Мы... Это образ... У меня это образ был собирательный. Я смотрел, кто как проводит. Где-то там брал элемент, где-то там Александр Подпорин, Алексей Луконин, мое что-то, мои наставники. Ну то есть разные-разные моменты. И проводя сотни и тысячи встреч, вырабатывался свой стиль проведения этой встречи. Из опыта. Как это происходит? Приходит человек, либо ко мне его приглашают, либо я лично. Стараюсь сразу же расположить каким-то образом человека. Не так? Так, все, сели, общаемся. Такого не должно быть. Это должно быть таким шаблонным. Ой, добрый день, здравствуйте. Да, там... Ну, как-то легко должно начинаться. И следующее, о чем мы говорим? Я говорю, давайте, наверное, я сразу обозначу... А, стоп, первый вопрос. Я спрашиваю человека, скажите, почему вас заинтересовало мое предложение или предложение Дмитрия? Что он вам такого сказал? Я стараюсь вопросами раскрыть человека и понять, почему он пришел. Не то, что его знакомый говорит, а что он услышал в его фразах. Он мне сказал, что есть возможность развивать бизнес. Вы приедете, бизнесмен, вот решил пообщаться. Я дальше... А почему вас это заинтересовало? То есть я задаю открытые вопросы, как спин-технологии. Да, можете посмотреть, Марина Федоренко проводила эти вебинары. И человек рассказывает, ну, потому что я ищу бизнес или там еще что-то. Ну, не вопрос. Я говорю, ну, отлично, здорово. Говорю, давайте я сразу обозначу направление, чем я занимаюсь и потом поговорим уже более детально. Человек говорит, да, давай. Да, говорит, мне любопытно, если человек говорит, ну, отлично. Я говорю, я вас прекрасно понимаю. В любом случае, раз вы пришли, я говорю, вы поднялись, вы приехали через жару, потратили время, значит, вам интересно. Не вопрос. Ну, давайте я обозначу направление, а там поговорим. Что я говорю? Значит, смотрите. Очень важный момент. Если мы говорим о встречах по бизнесу, наша задача научиться говорить бизнес-языком, не сетевым, не маркетинг-планами, не какими-то терминологиями. Представьте себя бизнесменом, как бизнесмен говорит с другим бизнесменом. Очень простой момент. Как я это говорю? Я первый, я говорю, смотрите, ну, давайте обозначу направление. Первое, я занимаюсь бизнесом. Я говорю, бизнесом занимаюсь более 7 лет, могу себя продавать. В этот момент, там, бизнес в каких-то странах развивается, могу говорить, могу не говорить. По-разному. Я говорю, я занимаюсь бизнесом. это точно такой же бизнес, как и любой другой. Этот бизнес связан, ну любой бизнес он связан с продвижением товаров либо услуг. Вы согласны? Человек говорит да. Я говорю, так вот моя сфера это тема воды, это тема правильного питания, действительно это тема будущего. Представьте, пройдет буквально, вот сейчас люди понимают, пройдет 10 лет, насколько это будет востребовано. Человек говорит, ну да. Я говорю, так вот чем я занимаюсь? Говорю, у меня есть договор с компанией, я формулирую свои мысли понятным для человека. Я говорю, у меня есть договор с компанией, которая занимается производством, внедрением продуктов на рынок и организацией сети магазинов по всему миру. Вот моя часть обязательств, я занимаюсь организацией системы сбыта. Я делаю так, что в эти магазины приходят тысячи, сотни тысяч и в перспективе миллионы людей. То есть точно такой же бизнес, как и любой другой. Это моя часть обязательств. Без вложений и я не занимаюсь продажами. Фактически этот бизнес сейчас работает, он развивается, везде кризис, а у меня идет развитие. И в чем суть, собственно, я говорю? С одной стороны, есть люди, которым интересна тема здоровья, а с другой стороны, не успеваете записывать. Друзья, записывайте на диктофон, наверное, потому что если мы сейчас будем записывать, то мы до утра с вами будем сидеть, встречи проводить и так далее. И я говорю, что... Да, естественно, спасибо, Юля. И я говорю, что суть в чем? То есть смотрите, в вашем предложении, когда вы говорите о бизнесе с человеком, вас должно быть четко, чем конкретно вы занимаетесь. Ваши цели должны быть очень важны. Важно, чтобы человек увидел, за кем он идет. Это ключевое в проведении встречи. Это должно быть и в первых двух минутах, и потом в течение всей встречи. Это очень важно. И следующее. Какая роль моя? Человек должен понять с первых минут, что я должен делать. Так, мне кто-то что-то пишет. Это по вебинару. Ага. Вот. Человек должен понять, какая его роль. И тут же я говорю, то есть я развиваю бизнес. И я говорю, вы знаете, у меня был перерыв, когда я этим не занимался активно. Сейчас я 100% в бизнесе. Говорю, почему? Потому что сейчас компания официально вышла на европейский рынок. Плюс сейчас открывается Азия, Филиппины, Таиланд, что там у нас еще, Малайзия, Дашклухит. Ну, я говорю странами, почему? Я тут же продаю масштаб. Я как бизнесмен говорю с ним, чтобы человек видел, ух ты, тема серьезная. Да, такие страны, все. Индонезия. Вот. Я говорю, что у меня перспективы, у меня планы ближайшие. То есть выйти на очень серьезные товарообороты. Это миллионы долларов в месяц товарооборот. И для этого я ищу людей, не наемных работников, не за зарплату. Я ищу людей с предмышлением предпринимателя и бизнесмена. Я ищу партнеров, которые будут заниматься тем же, чем и я. Организовывать систему сбыта в разных странах, не вкладывая денег и без продаж. А я в этом заинтересован. Почему? Я получаю свой процент с общего товарооборота. То есть мне нет смысла вас, я тут же на первом начале это могу говорить. Вы понимаете, я говорю, мне нет смысла сейчас красиво рассказать. Или убедить. Почему? Я вам ничего не продаю, вы ничего не вкладываете. Это не еще одна компания, не еще одна пирамида. Это точно такой же бизнес, как и любой другой. Нужно разбираться, действовать, ну и так далее. Поэтому, если эта тема интересна, тогда с вами говорим дальше. То есть все. Я сейчас без комментариев. У меня это занимает ровно две минуты. Конкретное, понятное бизнес-предложение, чем я занимаюсь, мои цели, кого ищу и куда идем. Все. После этого, человек говорит, ну да, давайте немножечко познакомимся, потому что важно ценности и цели человека. Для меня важно, то есть с одной стороны, конечно, подойдет ли вам это, а с другой стороны, для меня важно с кем я буду этот бизнес строить. То есть я тут же человека ставлю в позицию, что это не он рассматривает, это я рассматриваю. Я говорю, вы поймите, людей, которые хотят очень много, я тут же об этом говорю. А моя инвестиция, это мое время. Поэтому давайте немножко познакомимся. Что вы скажете насчет плохой репутации сетевого бизнеса во многих странах? Совершенно верно. Репутация есть, только как вы понимаете. Пока все то, что я говорю, это ничего общего не имеет с сетевым. Репутация сетевого – это вложение денег, это бегать, продавать, втюхивать и навязываться. Вот репутация сетевого. Мой разговор, я его так ставлю, что сетевым даже не пахнет в принципе. Никто даже не смеет спрашивать, а сетевой ли это. Да, и поэтому я не углубляюсь. Я стараюсь уйти от объяснения, сетевой ли это. Я стараюсь говорить, давайте я вам все объясню. То есть у нас есть полчаса времени, а вы потом сами сложите свое представление о том, чем я занимаюсь. Еще раз, ни продажи, ни вложения. Принцип рекомендаций, да, он есть здесь. Но на этом весь бизнес и многих компаний миллиардных строятся. Поэтому давайте пообщаем. Ну давайте, ладно, да, окей. Вот. Дальше идет знакомство. В знакомстве задача научиться рассказывать грамотно личную историю. Личная история рассказывается некоторым образом. Это не должна быть биография. Потому что часто и на сценах, и при личном общении люди рассказывают, я жил там, я ходил, тут все неинтересно. Вы с личной историей должны показать, что вы такой же, как он, человек второе. Вы должны показать, что вас не устраивало в вашей жизни, что вы искали, почему искали. Это очень коротко, фрагментами, историями, интересная, яркая должна быть. Плюс продать себя, какие-то сильные ваши качества. И очень важно, по каким критериям вы искали. Я говорю о своих целях, я говорю о... Ну и я иногда говорю очень жестко с человеком. Я, к примеру, ты знаешь, я понял такую штуку, что... После разговора с папой, что если я сейчас ничего не поменяю, пройдет 10 лет, и я буду нищим. Если я пойду работать на кого-то, я буду нищим. Я буду зарабатывать деньги, которые мне не хватит никогда в жизни. Построить дом, купить нормальную машину. На нормальную машину мне нужно будет откладывать 40 лет. Я никогда в жизни не смогу своей семье позволить путешествовать. То есть фактически это смириться с тем, что я буду неудачником. Ты согласен, что с тех денег, которые человек зарабатывает, нельзя сегодня? Ты согласен, что с этих денег сегодня нельзя нормально жить, нельзя себя обидеть? Человек говорит, ну да. То есть вот такими вот историями, такими вот скриптами. Следующий момент, то что я делаю, я провожу встречу по бизнесу. Я продаю рынки, я продаю тему воды, тему смартфуд, тему эко-дом. Очень коротко. Сейчас я записал буквально недавно видео специально для этих целей. Я записал видео с 25-минутным бизнес-предложением, там, где я говорю вот эту фразу в начале, там, где я сажусь и листочком с ручкой я пишу, конкретно провожу бизнес-встречу, так как я провожу ее обычно. Это информация, и диск можно людям давать, и для вас, чтобы вы посмотрели, как я это делаю, вдруг вам пригодится. Не буду сейчас далее детально об этом рассказывать. Вот. Все. Первую встречу мы завершили. С человеком я показал ему бизнес, показал ему деньги, показал ему масштаб. Следующее. После каждой встречи мы даем человеку посмотреть видео домой. И там у меня есть второе видео. Я сейчас тоже его в интернет вывожу. Там будет более глубокое видео, которое мы сейчас будем давать. Иногда даем Александра Подпорина, Алексея Луконина. Зависимости по темпераменту человека. Вот. Дальше. И тут же мы проговариваем, что человек... А когда по продукту поговорите? На первой встрече мы очень глубоко продаем ценность продукта. Зачем? Почему? Важность, понимание, причем разными жизненными примерами. То есть вот здесь речь о продукте идет. Уже мы не проводим бизнес без продукта. Часто люди после встречи по бизнесу говорят, мне бизнес не интересен, о продукте давай поговорим. Следующее. Какое видео даете? Ну, мы сейчас свое видео будем давать. Мое видео будем давать. Вы смотрите, своих наставников давайте. Себя записывайте. Ну, не имеет значения, сами посмотрите. Статистика у всех, да. Все, отлично. Идем дальше. И следующее. Мы тут же говорим, что через день, если тебе эта тема будет интересна, то через день мы поговорим еще более детально. С чего начинать? Что делать? Какие твои первые шаги? Договорились? Чей говорит, да, договорились. И тут через два дня тут же у нас есть формат встреч, он называется 8 плюс 1. Когда приходят 4 наставника, 4 приглашенных и человек, который проводит. То есть такой домашний кружок. У нас таких кружков может быть по 5 в день. Вот сегодня я проводил, там было 6 человек, потом 4 человека, 5 человек. Вот такими встречами, это как повторные называются. Дальше. Дим, ты не сможешь скинуть эту встречу здесь. Тут ссылки, наверное, не скидываются. Посмотрите, у меня ВКонтакте, у меня на странице эти видео есть. Первая часть. Вторую часть я тоже выложу. Ага, а, может быть выложили. Ну, отлично. Ребят, давайте потом, потому что вы сейчас будете смотреть, отвлекаться. Давайте договорим, потом все остальное будет. Вот. Идем дальше. Встреча 8 плюс 1. На встрече 8 плюс 1. Показывается еще глубже продукт. Показывается, что такое дисконт, как начинать. Я показываю бизнес-план Кораллового клуба. Показываю его в течение 5 минут. Очень просто и понятно. Сейчас, ну, с нашим маркетинг-планом вообще это просто золото. Элементарно показывать будущее, масштабы, ну и так далее. Вы, кстати, вот на втором видео, там есть формат встречи 8 плюс 1. Вот это вот второе видео. Вы можете его посмотреть, можете какие-то моменты оттуда взять. Вот. И тут же на этом событии я очень серьезно продаю значимость событий. Фактически, как я это делаю? Я рисую такую волнистую линию. Вот такими вот. 4 момента и говорю, что все событие происходит от события к событию. Это я отвечаю на следующий вопрос с точки зрения скриптов, как на события людей звать. На второй встрече это происходит. Причем, как я об этом говорю, что мою историю рассказываю. 5, 12, 20, 50. Сейчас вот у нас семинар прошел. Прошел, прошлый, позапрошлый. 200, 250 человек на каждом событии. Из них 70, 80 человек новичков. У нас события просто громадное количество людей. Да, это громадный отбор, но тем не менее, это все товарооборота, это все развитие. Представьте вот эту вот жизнь. Вы можете прийти, посмотреть в офисе. Мы часто трансляции делаем с наших презентаций школ. В Ютубе трансляции. Вы можете посмотреть, как мы это делаем, как мы работаем с этим всем. Вот, что еще? Значит, и тут же я говорю, что для тебя бизнес начнется с первого события. Фактически все твое развитие будет до события первый этап и второй этап после события. А события это точка отсчета. То есть я события так продаю, что у человека вариантов нет. Либо он в бизнесе и он едет. За какое время 200 человек набираете? Ну, в прошлый раз мы набирали 70 новых человек. Ну, это за полтора-два месяца происходит. То есть на события по допуске мы делаем, у нас события допуске сейчас 50 баллов. Наши допуски внутренние, это мы сами такое установили сейчас в Украине, в Европе, там еще где-то, но я думаю, 100 не меньше нужно делать. Пока в Украине мы 50 делаем. Вот. Хаймур кто-то 100, ребят, неважно. Я говорю, как мы делаем, у нас это работает. А дальше уже у нас нет очень ужесточенных условий. Мы пришли к выводу, что любой человек, который даже не включился, он может привести платинового мастера так вот, как ко мне Константин пришел в организацию. Поэтому вот так вот, да. Работаете по разным методам. Да, совершенно верно. Абсолютно разные методы. Это то, что я вначале рассказывал. И тут же идет работа на семинары. До семинара человек говорит, ты готов ехать? Ну да. Тут же, как правило, люди даже принимают решение. Мы каждую встречу заканчиваем событием. И потом мы говорим, у нас есть мероприятие в офисе. Наша задача человека включить в мероприятие в офисе. Но чтобы эти мероприятия были живые, там всегда должны быть новые люди. Вот то, что у нас сейчас в офисе происходит, реально, если вы зайдете в офис на левой бережке, вы увидите, что 20-30 человек каждую презентацию стоят. У нас просто не хватает мест, хотя офис достаточно большой. И в коридоре, и там, и там. То есть опоздаете на... Даже ровно придете, мест не будет. За 10, за полчаса места уже заняты. Ну вот, ребята, в Киеве вы можете, фотографии можете посмотреть. Мы часто... Вам с этим повезло. О, у нас офис один. Ну, такие, отлично. Я начинал вообще с гримера как-то актового зала. У меня же офиса когда-то не было. Поэтому лидер, он сам создает себе обстоятельства. Если бы не было офиса, мы бы залы арендовали. Это наш бизнес и... Значит, дальше. По офисам, по офисным мероприятиям. Мы проводим каждый понедельник школа по бизнесу. Причем проводят разные люди, разные темы. И практика, и опыты. Люди выступают. И почему, и зачем. Там куча всего у нас происходит. Дальше. Каждый четверг проводятся школы по здоровью. И на этих встречах у нас залы забиты. Молодежи приходят. 50-80 человек по-разному. И каждую субботу у нас проходит презентация. Презентация по определенному каркасу. Темы по 3 минуты. Каждая рассказывается. Ну вот вы многие слышали, вот как команде Михаила Летинского этого проходит. Вот эти презентации у нас остались. Мы также проводим. Многие моменты у нас по-другому сейчас. Вот. И презентация. Наша задача, чтобы новые, новые, новые люди. Новые люди дают энергию любому событию. И вот это вот такой вот калейдоскоп. Плюс, что мы делаем. Ну вот я сейчас представлю вам Константина. Он расскажет, как он работает с командой. Как он собирает людей. Как он в Вайбере общается, в Скайпе. Как он в разных этих вот моментах. Костя уже готовится. Сейчас скоро это рассказывать. Вот. Как он в Италии сейчас развивает бизнес. Вот таким вот образом, друзья, в любом случае, это должна быть определенная одержимость. Вот включиться на это. Мы сейчас вот с первых дней, мы планируем. Первое. У нас сейчас Next. Буквально через несколько дней. Мы будем людей вдохновлять на это событие. У нас уже работают. У нас вот у Константина уже, по-моему, человек 60 записалось только на Next. И у меня в организации. Плюс мы будем работать до последней минуты. Мы когда прошлый месяц шел, когда Костя открывал мастера, мы так. 10 дней осталось. 9 дней осталось. О, Александр Вильгельм написал 70. Пока я езжу 2 дня, уже 70 человек. Спасибо, ребят. Ну вот как это работает. Вы видите, это только одна команда Константина. Плюс еще все остальные команды, где мы работаем. Там будет, ну, 150, я думаю, точно до 200. Посмотрим. Мы работаем. На этом мы все делаем, чтобы было масса людей. И следующее событие, это осенняя волна в Киеве. Наша задача, вот я просто людям объясняю один простой момент. От того, сколько ваших людей будет на событии, вы можете просчитать любую квалификацию. К примеру, если вы привезли на события под допуски, вы приехали сами, но максимум вы директор. Если вы привезли 5-6 человек через течение двух событий подряд, вы золотой директор. Можете написать. Я прямо на вот второй встрече это прописываю. Следующее, если вы привезли 12-15 человек, вы изумрудный директор. Если вы провезли 20 человек, 25 человек, вы бриллиантовый директор. Но не на одно событие, а на два подряд. Как только вы на события привезете два раза подряд, 50-60 человек, вы откроете квалификацию мастера. Мы когда с Константином на эту тему говорили, он сейчас расскажет, как у него это происходило. Но когда он привез на события... Сколько? 60 человек, да? 80? 60? А? 55. 55 человек. Он привез 55 человек один раз на семинар, второй раз на семинар, вот сейчас он привез 80 человек, и он открыл квалификацию мастера. То есть просто, если вы сконцентрируетесь на том, что люди на событии, и потом три месяца, каждый день действий, каждый день встреч, вы наработаете людей на события, и будет дальше развитие идти. Вот так вот это все происходит. Мы сейчас горим осенними волнами, как никогда, потому что сейчас Варшава, потом Киев у нас будет проходить, потом мы на месяц планируем в Италию ехать, там 15 городов нас команда уже ждет. Но это вот наши такие сейчас развития. Конечно, вот если говорить обо мне, вы, ну я думаю, вот чувствуете эти моменты, мы со многими часто общались и говорили, у меня был период в бизнесе, когда 4 года я занимался этим бизнесом пассивно. Я подписывал людей, я всегда закрывал свою квалификацию, товарообороты были, чек никогда у меня не падал в гривнах, там товарооборот мог упасть, когда курс у нас поднимается, но в гривнах всегда чек у меня рос. Да и товарообороты, в принципе, они вот на уровне постоянно. Не было падений, ничего не было. Но и развития не было большого. Этот период у меня длился около 2 лет. Какие-то моменты, какие-то подписания, и тяжело иногда себя поднять, чтобы начать это делать. Я вам первое, что могу сказать, что мне помогло, что вам поможет. Это когда вы продолжаете действовать, вы сами на себя должны немножечко разозлиться, на свое бездействие, почему одни растут, а я нет. Но сейчас нашим маркетинг-планом он нас сам автоматически смотивировал. Так вот, и что происходит? К моменту, когда к тебе приходит человек, который сам тебя вдохновляет своими же действиями, то есть своими же действиями, когда ему надо больше, чем тебе. Вот это вот у меня произошло с Константином. Я в двух словах скажу его историю, как это произошло, но чисто в виде промоушена небольшого. Константин очень большого результата достиг в своем бизнесе. Ну там, 27 лет он достиг того, к чему я только иду на серебряном, на золотом мастере, и я только сейчас это буду планировать. Костя уже это в 27 лет сделал в своем бизнесе. И когда мы с ним первый раз общались, мы общались на тему здоровья. Но всегда у меня правило, когда я общаюсь с человеком, я всегда показываю и возможности, показываю и бизнес. А каждый бизнесмен, если вы грамотно это покажете, и он в поиске, ему это будет интересно. Этот человек приходит в бизнес, были трудности у нас, были препятствия, был кризис очень серьезный. А потом был один момент, после которого, ну фактически это знаете как, это когда было принято стопроцентное решение. Когда мы едем в Сербию на конференцию, и представляем, что Костя говорит, не сильно рассказывает, чтобы я его не сбил. Когда мы едем в Сербию на конференцию, но я очень коротко, я весело это расскажу, хотя история не сильно веселая. Мы едем в Сербию на конференцию и приезжаем, и первый вечер звонок, Косте звонят, у него сгорает дом, у него ничего не остается. Да, весело рассказал, чтобы Костю не сбить, потому что мы всегда немножко переживаем, когда я об этом говорю. То есть сгорает дом, который он много-много лет строил. Но мы поняли, что ситуация позитивная, почему? Отстроят новый, еще лучше, мы будем двигаться дальше. И в этот момент Костя принимает решение. И после этого со статуса он тут же, ну он в Сербии был серебряным директором вот недавно. Потом золотой директор, и вот сейчас он открыл квалификацию мастера. Такой одержимости, в которой он сейчас находится, ну я в одержимости, но и то я не настолько, как он. Потому что в час, в два часа ночи мы последний раз с ним созваниваемся. Причем если я уже никакой Костя звонит, он еще там, и у него эмоции еще, и энергии, он встречается с кем-то. Ну короче, я заряжаюсь от него сейчас. Поэтому да, действительно есть чему поучиться. И давайте я слово представлю. Константин, он поделится своим видением и своим графиком, как он сейчас работает, потому что вопросов к нему много, как этот темп выдержать, как он вдохновляет себя, хотя он не пришел от бедной жизни, у него все хорошо и так в жизни. Более того, ведь суть не в нем, а в его ребятах, которые 18, 15, там 17 лет, 20 лет, они ведь в статусах. Как они это все вместе делают, и его понимание бизнеса. Ну что, я представляю, встречайте Константин Дорнопольский. Все, я уступаю место, у нас импровизированный офис здесь. Да, я потом еще попрощаюсь. Да, общайся пока. Пока не начнет количество людей там уменьшаться, можешь говорить. Всем добрый вечер, меня зовут Константин Дорнопольский, рад видеть. На самом деле, большая честь проводить эту конференцию, наверное, можно так назвать, да, потому что, да, так получилось, что я отгнал квалификацию в мастер. Неожиданно, это расскажи. Да, это было неожиданно, после просчета количества директоров, как оказалось, достаточно оказалось в том месяце. Ребят, на самом деле, то, что говорил Александр, спасибо ему большое за промоушен, за представление, потому что, ну, на сегодняшний день, то есть, я хочу сказать спасибо Александру Завгородному, который действительно прошел тот путь со мной, потому что было непонятно, да, мне было понятно, что тут можно заработать деньги, продукт, продукт. После того, как я пробовал продукт, я понял, что это реально нужно всем. Это реально нужно всем, и я понимал, что, если это нужно моей семье, моему ребенку, да, после тех результатов, которые мы получили, моя мама, мои близкие, для меня открылись границы, для меня открылись границы. Видите, сначала это был просто Киев, тогда 5 миллионов населения, сейчас я понимаю, что у меня есть 8 миллиардов людей на земле, которые пьют воду. Ребят, просто вдумайтесь, вам нужно найти 3-5. 3-5 не до 8 миллиардов? Ну, если я очень хочу жить по-другому, я найду. Я найду реально и сделаю то, что мне нужно. Есть четкая цель и четкое понимание, куда идти. То есть, и для этого есть наставники в этом бизнесе. То есть, для меня вот бизнес в Крайловом Клубе, это, в принципе, полностью схоже со спортом, потому что, когда ты приходишь в спортзал, я так на встрече говорю, ребят, когда вы приходите в спортзал и ковыряетесь в носу, какой тренер на вас смотреть будет? То есть, если вы приходите в спортзал и заявляете, что вы хотите стать олимпийским чемпионом, на вас обращают внимание, и вам тренер выложится для вас. Поэтому, спасибо большое за поздравление всем еще раз. Но, да, было тяжело, да, я доставал всех, кто придет в компании. Он и Глина Шерих пишет с поздравлением. Спасибо большое. И она внесла свой вклад в моем развитии. И Марине Федоренко, и Александру Подпорину, и Ирине Геер. То есть, ребята, знаете, почему я их доставал? Потому что это мой бизнес, и это мне нужно. Я хотел знать максимально много, максимально больше информации и применял ее на практике. Я слушал, я вникал, я, знаете, хотел найти то, что будет близко мне. То, что было близко мне, и я, наверное, поймал тот стиль, тот момент, когда у меня начало получаться. Да, начало получаться после того, как сгорел дом. То есть, опять же, не знаю, хорошо это или плохо. То есть, ну, то, что я приехал домой, моя дочка, которой 7 лет сейчас недавно исполнил, сказала, пап, ничего страшного, построим не двухэтажный, а трехэтажный. Значит, понял, что все будет хорошо. А дочка, моя семья, мои дети, это то, ради чего я это делаю. Просто вдумайтесь. Ради чего это нужно? То есть, мне, я понимаю, ради чего. Я понимаю, если взять точки зрения бизнеса, знаете, то есть, мой бизнес связан с иммиграционной деятельностью, если взять там, где я состоялся. Но вопрос в чем? То есть, я понимаю прекрасно, что мой бизнес, любой бизнес зависит от каких-то законов. Да, и рано или поздно он закончится. Я начал заранее готовить себе площадку. Площадку, которая приведет меня к чему-то. То есть, потому что я реально понимаю, что на работе работать я не хочу. То есть, да, и не хочу, чтобы работали на работе мои дети. То есть, я этому и хочу. Я уже изначально меняю мышление с самого детства. То есть, Саша говорил про старшую дочку Александру. То есть, я на сегодняшний день очень горжусь тем, что она сделала. Она сделала, ну, это просто нереальные темпы. И ребята, которые есть в команде у нее. То есть, это Эдуард Костюк, это Олег Назарь, и еще много-много ребят. Андрей Ницепорович, который Виталий сейчас очень серьезно развивается. Он даже сейчас, наверное, вебинар не смотрит, потому что у него сегодня встречи. У него неделя сейчас отпуска. Он уехал в другой город Виталий и проводит встречи. Я знаю, что это точно происходит сейчас. Сейчас я в Виннице, мы здесь отрабатывали людей, встречи постоянно. И на самом деле, знаете, ничего случайного не бывает. Даже сейчас проводим вебинар. И сегодня поспал ночью в 4 часа. И мы лег в начало 2-го, встал в 5, еле успел на поезд в 6.12. Знаете, я проспал остановку Винница. Я просто проспал остановку Винница, вышел в Жмелинке. Понимаете? А знаете, опять же, случайность не бывает в Жмелинке. Знаете, с кем я познакомился? С владельцем сети аптек города Жмелинка. То есть мы начали общаться, разговаривались, оказывается, что это интересно. Ребят, нас тема интересна всем. Об этом можно говорить где угодно. В круизе, на отдыхе, на пляже, в маршрутке, в троллейбусе, не важно. Вопрос, как вы об этом серьезно говорите. На сегодняшний день у нас есть продукт, который золото. Золото в наших руках, а мы не знаем, что с этим делать. То есть человеку, которому даешь в руки продукт, вот золото, на, возьми, только подойми. Один говорит, кому это надо, но это люди с мышлением не тем. То есть бизнесмену, который понимает что-то в этом, просто если объяснить ситуацию, он скажет, блин, так это ж круто, это ж нужно всем. То есть я примеры тебе привожу. То есть и на самом деле, та дача, с которой мы сейчас работаем, я точно понимаю, что для того, чтобы твоя команда работала и включалась, чтобы у тебя появлялись ключевые люди, что нужно сделать? Ответ прост. Самому стать ключевым человеком. Есть четкое понимание, что нужно делать. То есть просто 4 шага, которые меня обучали с самого начала, я не понимал этих вещей, но сейчас я точно понимаю глубину этого всего. Ребята, это цели по здоровью, пользоваться продуктом, чтобы понимать, как о нем говорить. Это вдохновение, это ваши результаты, которые будут вас вдохновлять. Потому что чей-то успех так не вдохновляет, как свой. То есть реально я понимаю, что моя машина не вдохновит того, кто просто на нее смотрит. Вот когда кто-то сядет в эту машину и проедет, или купит новый телефон, то есть думайте, это результаты по здоровью, попробуйте. То есть вы поймете, насколько крутой продукт, насколько это глубина, насколько это будущее. Я четко понимаю, что было 15 лет назад, что будет через 15 лет от сегодняшнего времени. То есть еда все хуже и хуже, вода все хуже и хуже. Если я хочу 10 тысяч долларов, но не умею пока что, ребят, я научусь. Потому что у меня есть дочка, у меня есть жена, у меня есть родители, которым я хочу еще продлить жизнь на долгие годы. То есть ради чего я это делаю? То есть я понимаю, что на работе денег нет, деньги есть только в бизнесе. Если есть деньги только в бизнесе, чем заниматься? Давайте рассмотрим ниши, четкий анализ. И сейчас если сесть подумать, чем заниматься, риски велики в любой сфере. Поэтому вопрос, вот Коралловый клуб это для меня вообще бизнес на сегодняшний день идеальная модель бизнеса, потому что это а. эксклюзивный продукт, это б. потребляемый продукт каждый день, это бизнес без рисков, без инвестиций, это бизнес без границ, реально без границ. Сегодня скайп, ватсап, вайбер вам открывают полный, весь мир возможностей. И на сегодняшний день, вчера даже встреча со швейцей, у меня ребята, ребята 18, 19, 20 лет, они, вот я смотрю на них, как они меняются. Мы когда начинали, знаете, когда я принял решение проводить школы по бизнесу, Саша говорит, на Лебережке полный зал собирается. Да, полный зал, и люди стоят. Но год, там полтора назад, там было 2, 3, 4 человека. Поэтому на сегодняшний день вот эти 2, 3, 4 человека сделали то, что сейчас заполняют залы. То есть это Саша Вильгельм, Олег Назари, Эдуард Костюк, и сейчас много-много ребят, я сейчас не буду всех перечислять, которые уже четко понимают. Я учу ребят брать ответственность за свою жизнь. Ребят, если вы не можете, ну, кто не может взять ответственность за свою жизнь, то в принципе это на работу, наверное, потому что там ответственность за вас берут другие люди. То есть мы говорим о ответственности за свою жизнь, точно так же, как по здоровью. То есть если я хочу быть здоровым, то я должен взять ответственность за свою жизнь, по здоровью. То есть и как я вообще ребенка научу тому, что я не умею. То есть поэтому, если говорить о том, что я должен быть примером своим детям, то да, я должен быть примером своим детям. То есть я понимаю, что мой ребенок будет в любом случае смотреть на меня, кто папа. То есть дети нас будут любить по умолчанию, как говорит Саша Подпорин, да, то есть я очень многие фразы использую от него, вот это очень серьезная глубина, сейчас книга его вышла. То есть это просто, ну, шедевр. То есть просто если вдуматься в каждое слово. Формулу быть делать иметь. То есть, да, просто будь, делай определенные вещи, будешь иметь. То есть цели по здоровью. Действия. Действия мы сегодня понимаем, что если делать одну встречу в месяц, то в принципе, когда ты состоишься, ответ правильный, да, никогда. То есть никогда не состоишься. Поэтому и ребятам мы обучаем 3-5 встреч в день. То есть и поэтому у нас полный зал, поэтому у нас много людей, у нас та энергия, те отношения, которые мы создаем. Да не просто быть там бизнес-партнером там и просто вот жесткие отношения. Нет, это, вы знаете, вот такое вот внутреннее эмоциональное состояние, тот дух командный, который мы сейчас создали, это просто реально, ну, на сегодняшний день меня приполняют эмоции, потому что у меня ребята, даже те, которые в разных ветках, мы друг другу помогаем. Мы друг другу проводим встречи. Сегодня я уехал в Винницу, мне Эдуард Костюксов, второго поколения директоров, проводил встречу вообще в мою первую линию. То есть и мы делаем так, чтобы это было взаимозаменяемо, чтобы у нас не было каких-то там склоков или там каждый сам за себя. Нет, каждый сам за себя, это не про бизнес в Караловом клубе. Караловый клуб – это командный бизнес, это создание команды. Действительно команды сильных ребят, которые имеют общие цели, общие интересы и общие мечты. На встречах, вот что мы показываем, да, очень важно показать людям, это не просто бизнес там или там матрицу, схему, нужно показать, куда вы идете. То есть, а, зачем вам продукт и куда вы придете с продуктом, потому что если говорить о продукте, то есть о цели по здоровью, мы говорим о профилактике, какими вы хотите быть через 10, 20, 30, 50 лет. И второй момент, куда вы идете в плане бизнеса, какие цели у вас, какие мечты, к чему вы идете, куда вы пойдете. То есть, если вы лидер, если вы действительно понимаете, куда вы идете, вы придете к этому пути. Но если человеку на рыбалку вам в горы, то вам точно не по пути. Спасибо большое. Ребят, картинка жизни. То есть, я точно понимаю, какие у меня цели, какие у меня статусы. То есть, вопрос не в деньгах даже, а вопрос в квалификации, наверное. Потому что определенная квалификация в компании, золотой мастер, платиновый мастер, она, в принципе, дает возможность уже понимать, что вы будете иметь, что будут иметь ваши дети, как вы будете жить. То есть, да, и вот то, куда вы идете, это, наверное, самое главное. Потому что люди идут на горящие глаза, они должны у вас гореть, как у, не знаю, как у кого. То есть, в следующий день, да, одержимость, да, вот эти вот фразы, выражения, которые я слышал, смотрел видео, пересматривал. Знаете, я ложился с мечтой, просыпался с целью. Каждый день выезжаю из дома специально, чтобы у меня не было зоны комфорта какой-то, там дома отвлечений каких-то, я уезжал с дома, даже в самом начале этого бизнеса, в Крайловом клубе, я уезжал с дома, чтобы что-то читать, писать, нет вдохновения, читаю книгу. Я пытался что-то делать, я разбирался, только потому, что у меня была цель. То есть, я себе дал пять лет, я после первого семинара себе дал пять лет слова развиваться и идти вместе с компанией. То есть, будет тяжело, сложно, там, вставать и идти дальше. Были моменты, когда было очень тяжело. И на самом деле, ну, спасибо наставникам Александру Завгороднему, спасибо Александру Подпорину за разговор в Турции в прошлом году, когда я действительно уже разобрался и понял, зачем это нужно. Так вот, по поводу событий. Если говорить, третий пункт после действия это событие, это то, где нужно быть. Я, вот первое видео, которое посмотрел, так получилось, что мне не давали там какую-то точечную информацию по поводу, там, про водичку посмотреть, про бизнес посмотреть. Мне Александр Завгородний, он, наверное, не знал, что мне давать после нашей первой встречи. Он мне дал флешку на один терабайт. То есть, сказал, на смотри, разбирайся, потому что он не понимал, что мне нужно дать. Потому что я и умничал на первой встрече, и, ну, как обычно бывает, наверное, у многих. Поэтому у меня была такая потом ночь, Линна, я смотрел очень много видео. Вот видео Алексея Луконина я посмотрел. Ребят, быть на событиях, это приоритетно. То есть, как вы хотите, чтобы ваши люди, это Саша рассказывал только что, чтобы возить 80-100 человек на события, если вы хотите, чтобы они там были, а если вы не ездите. То есть, поэтому для меня было принято решение быть на всех событиях. Тяжело, не тяжело, получается, не получается, события – это приоритет. То есть, день рождения у меня было, когда я в Сербию поехал, я поехал на события. У меня подарок был на день рождения. 29-го у меня числа сгорает дом, 30-го у меня день рождения. То есть, вот мой день рождения было. В смысле о том, как мои дети и в Киеве, и когда нету дома. А сейчас 30-й мастер? А сейчас у меня, вот 30-е сентября, если, не если, я думаю, что я сделаю. В любом случае, у меня сейчас, я не спать буду, но я сделаю. У меня 30-е сентября – это день закрытия статуса, чтобы награждаться на осенней волне. Я хочу это сделать, и я сам себе дал слово. То есть, я иду к этому максимально быстрым. Поэтому дайте себе слово сделать это. То есть, это наш бизнес, это каждому и нашей команды. И поэтому ответственность за свой статус нужно брать за себя. Не говорить, что спонсор, не спонсор, неважно. То есть, я, если мне нужно, я спонсора достану. И в час ночи, в 12 ночи, если мне есть вопрос. То есть, и звонить спонсору нужно, говорить о том, что действительно все круто. То есть, появляются люди в Италии, сейчас Германии, Испании. Ребята сейчас работают просто. Нету границ реально. Скайп, Вайбер. Я сегодня, знаете, я вдохновлен тем, что реально нет границ. 8 миллиардов людей. Я буду повторяться, но, в принципе, мне нечего сказать. Это те отношения, которые мы сейчас создаем, встречи, показания бизнеса. Да, и Саша говорил, бизнес это что? Это продвижение товара или ступ на рынке. Такое же, как и все. Такое же, как и все. То есть, и в бизнесе от чего доход? Процент от товарооборота. Но и бизнес это также еще организация труда других людей. Поэтому, а у нас дело в том, что тут даже не организация труда, а у нас партнерские взаимоотношения. Мы предлагаем людям, мало того, что взять их в партнеры. Мы даем им шанс сделать их или успешными, или здоровыми. Но если успешными, то по-любому здоровыми. Потому что успех без здоровья тут никак не получится. Еще и свободными. Я пришел в компанию Крайлоклуб за свободой. То есть, да, у меня безбедная старость уже обеспечена, и все хорошо. Но свобода это то, чего вы не купите за деньги. То есть, это реально круто. То есть, Крайлоклуб это... То есть, я люблю эту компанию, люблю этот бизнес. И на сегодняшний день я понимаю, что если ты любишь что-то и несешь ценность на рынке, ты по-любому состоишься. По-любому. Такие же... Так же, как и мой бизнес и миграционная деятельность. Если я его полюбил, если я делаю свои услуги качественно, то ко мне в любом случае будут приходить люди. И сейчас, знаете, звоню бывает потребителям, людям, которые даже рекомендации дают. Они говорят, спасибо Константин за то, что ты появился в нашей жизни. Это самая крутая, наверное, штука, когда тебе говорят люди. Когда дети появляются на свет у бесплодных пар. У меня подруга родила вот 6 августа девочку. Это просто, ну... Сношебательные результаты. Это круто. То есть, и... Я вот показываю людям этот момент, что происходит. То есть, сейчас очень многие люди, которые год назад не слышали, они уже задумываются. Знаете, что я сделал в июне месяце? Тем, кто меня не услышал из моих друзей. Я сфотографировал свой чек и выслал им. Сказал, порадуйтесь за меня, ребят. Вот это вот так работает. То есть, это было... Это самое крутое, что вы можете сделать. И не поддаваться каким-то там мнению окружения. Потому что окружение, то, которое меня сейчас окружает, то есть, на самом деле, очень круто. Я показываю людям другой путь. То есть, да, как общаться в окружении там и с топ-лидерами компании, и с людьми, которые, в принципе, бизнес. И сегодня у меня были встречи с очень успешными людьми в Виннице. Там люди, которые общаются на уровне Верховной Рады. То есть, мы сидели, общались о жизни, о ценностях, о семьях, о детях, о продукте, о том, что им нужно. И на самом деле, знаете, очень хорошо реагируют. То есть, при этом серьезно показывают то, что мы делаем. Потому что мы действительно серьезная компания, с серьезным продуктом и с серьезными ценностями, которые мы принесли на рынок. Ребят, здоровье, деньги и свободное время – это, наверное, самое крутое, что можно иметь. То есть, я не знаю, берите что-то одно. То есть, вы не будете там иметь. Поэтому, как бы, вот эти отношения, которые у нас в команде сейчас, и даже сейчас я проводил бизнес-школу в Виннице, где там было из полного зала моих два человека. То есть, я понимаю, что... Вот вспоминаю слова Александра Подпорина еще в Турции. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Ребята, отдавайте себя максимум. Отдавайтесь тому, что вы делаете. И вам в любом случае все вернется в Германию, приезжайте. Приеду. У меня есть в Ганновере партнер. У меня есть там Даниэль, по-моему, в Ганновере, насколько я помню. Не знаю, где вы. Но в Германию обязательно мы приедем. Вопрос времени. Потому что сейчас очень много куда надо ехать. Да, здоровье, свободное время, люди. За это еще и деньги. Да, приходишь, помогаешь людям, помогаешь. Тебе человек еще деньги платит. То есть, это круто. Спасибо, ребят. Приедем в Германию обязательно. Поэтому сейчас эти моменты, которые происходят у нас, это тот рост, это тот драйв, это та энергия, которая создается в команде. Это непередаваемое ощущение. Поэтому просто загоритесь. Если вы загоритесь, на вас пойдут люди. Потому что бабочка летит на огонь. То есть, и люди пойдут на тех, у кого горят в глаза. Вы будете по-любому с командами развиваться. Поэтому, что я могу пожелать? Могу вам пожелать больших команд, большого роста. Мы действительно, вот события, которые будут сейчас, кто в Украине, кто на осеннюю волну в Европе. Мы будем в Варшаве с Александром Завбероним. Но я точно буду, я уже зарегистрировался. Да, будут волны в России сейчас, Владивосток в сентябре. Я не помню числа, а в Москве, во всем мире. Точно я где буду, это я буду в Варшаве и в Киеве. Кто будет, с удовольствием пообщаемся и познакомимся. Потому что для меня события, это не просто события. Это новые друзья, новые знакомства, новые общие отношения. То есть, поэтому события, которые сейчас происходят, это круто. На самом деле, мы под события работаем, мы максимум стараемся выложиться. Я даже в этом году не поехал в отпуск. Я понимаю, что у меня сейчас, что у меня стоит на кону. И я понимаю, что мне лучше сейчас максимум напряжения, чем это растягивать на долгие годы. Поэтому сжимайте время. Сжимайте время, как кружину, а оно потом выстрелит. Выстрелит с другой стороны. Поэтому вот next, который будет у нас, Варшава, то есть, кто на Украине, кто в России. То есть, ребята понимают эти события, которые сейчас будут проходить в ближайшие дни. То есть, это может быть хорошим трамплином для Варшавы, новых статусов, новых награждений, новых чеков. То есть, поэтому берите ответственность за свою жизнь. Если вы приняли уже ответственность и вы озвучили, да, я в бизнесе, то будьте добры, станьте ключевым человеком. Тогда на вас полное внимание наставника. То есть, это тренер. Для меня наставник – это тренер в спорте. То есть, поэтому ставьте себе сталь, ставьте олимпийскими чемпионами. И тогда тренер поможет вам это сделать вместе с вами. Ребята, что я могу сказать? Всем вот эта энергия, которая у меня есть, я максимум хочу вам передать сейчас. Пусть она идет к вам через сети, соцсети, фейсбуки, нетбуки, да, и вот смотрите, как круто, когда мы можем видеть людей со всего мира просто сидя в городе Винница, да, я даже его адрес не знаю где. То есть, мы можем общаться и с Германией, и со всеми странами. Это вот вам бизнес, вот вам бизнес без границ. Поэтому всем успехов. Передам еще слово Александру Завгороднему. Добавить что-то, что я не успел сказать, я много могу говорить, но уже, наверное, и нечего, и в голове уже коварда к концу дня. Поэтому всем успехов, пока! Вот так вот мы и живем, еще раз. Да, ребят, ну что, я тоже не буду очень много всякого рассказывать. Мы, самое главное, что хотелось передать, хотелось передать состояние, в котором строится этот бизнес, потому что... В таком состоянии, в таком состоянии, он Костя говорит. Вы можете представить, как мы просыпаемся, утром мы созваниваемся, мы ложимся вечером, в час ночи, вот чтобы не преувеличить, если кто-то мне звонит в пол первого, либо в час ночи, вы понимаете, о ком идет речь. Вот такие отношения и в таком состоянии, вот это все происходит. Более того, под эти все состояния, когда пришел Костя, когда я... Вот он меня включил, я говорю реально как есть. То есть он... Вначале мне лень был, вот это из лени, это и выйти, потому что встречи, вот то, что я сейчас провожу себе 10-15 встреч в день, ты приходишь домой честно, ты выходишь вот таким. Вот не наши продукты, если бы не наши продукты, но я не знаю, как бы мы это все делали. И это все вдохновляет все структуры, которые находятся рядом. Активизация пошла везде, плюс у меня новые ветки появились. Сейчас Костя, он полностью самостоятельный практически. Там я помогаю в некоторой встрече, общей, ну и то, когда не успевает, либо когда там, ну мое нужно, как бы отношения там или с сетевиками, или еще с кем-то пообщаться. Они сами это уже делают, пусть ребята молодежь, а у меня время освободилось на новой организации, мы заново-заново. Почему? Что меня смотивировало? Я посмотрел в зеркало один раз и думаю, блин, мне уже 27 лет, это как много. 27 лет. Дом я пока еще не построил, я не увидел и третий стран по всему миру, там где я хочу побывать. А у меня уже куча жизни пролетела, куча времени пролетела. Время летит вот так вот, раз, его нет. Вот это меня очень сильно сейчас вдохновляет, то, что время бежит. Да, только 27, уже нет, ребят, уже 27. Вот фиксируйте себя на этом, вам уже 20, вам уже 19. В это время люди, я не знаю, там миллионерами, миллиардерами становятся. А кому больше, ну тем более, ребят, ускоряйтесь, включайтесь время, хватит переживать из-за чего-то, выключите все то, что мешает, когда будете в Одессе. Очень скоро, кстати, у меня сегодня человек появился в Одессе, очень, ну посмотрим, как будет дальше, это одна из новых организаций. Скоро буду и в Одессе, приедем, мы с Мариной Яковлевной тоже уже договаривались об этом. Вот, поэтому сейчас просто выкиньте все, что мешает, сконцентрируйтесь на действиях, отрабатывайте методы. То есть, энергия, одержимость, поток встреч и событий. Вот начните просто, вот каждый день, не легли спать, пока не сделали, я не знаю, там 50 звонков. Не легли спать, пока не познакомились с сотней людей, предположим, там в интернете, как хотите, вот ставьте себе задание и держите слово. И пообщайтесь с кем-то, чтобы, ну, наставник вас в этом плане, ты сделал сегодня, а сколько, а почему ты не сделал? Ну, вот такие моменты. Костя еще не сказал, у нас в каждой команде создана группа в Вайбере, мы друг друга поддерживаем, общаемся, каждую команду мы собираем раз в неделю, отдельно командами, обсуждаем, анализируем, включаем. Ну, в общем, ребят, я надеюсь, что мы это все вам передали. Марине Яковлевне спасибо большое за то, что она запустила вот эту волну вебинаров. Я вижу, сколько людей нас слушает, плюс за каждым компьютером еще по очень много человек. Марина Яковлевна, это пример того человека, который уже реально мог давным-давно ничего не делать, а он включается, он действует, он организовывает вебинары, поэтому, ну, действительно, это огромная благодарность. И следующий вебинар, я вот, если честно, не помню, кто проходит. Александр, как заинтересовать человека, который зарабатывает 2-3 тысячи евро? Костя 10 зарабатывал, Евгений. Заинтересовать будущим, заинтересовать собой, заинтересовать идеей, заинтересовать временем и куда вы идете. Если ваша продажа будущего ограничивается 2-3 тысячами долларами, и вообще, зачем, почему, кто сказал о деньгах? Костя пришел на очень глубинные ценности, о которых мы с ним говорили. И я людям сегодня это показываю. Поэтому глубже немножко мыслите, уверенней говорите. Как будто, я не знаю, ну вы золото, то, что Костя говорит, создайте себя, перестать бояться. А что я ему скажу, бизнес-встречи или еще что-то? Вы бизнесом занимаетесь, очень классным и великим, можно так сказать. Почему я должен стесняться или там выдумывать чего-то? Вот с этим состоянием никто даже ничего не скажет, сетевой это или не сетевой, не посмеет даже спросить, потому что вы так убежденно будете об этом говорить. Не представьте, вот в этом состоянии мы вот это все вот и создаем. Останавливаться мы не будем, мы будем продолжать двигаться дальше, будут вебинары, будем еще видео новое делать, инструменты. И будем делиться, как вы видите, мы рассказываем все то, что мы делаем, и мы знаем, что вы точно так же это делаете. Если у нас появляются люди в разных странах, вы так же, как и мы, примете их в офисы, и мы будем вместе друг другу помогать. Вы знаете, что наш офис всегда открыт, правда он уже не резиновый, поэтому переходим на другие залы. Ну что, самое главное, результатом будет это количество людей, которые мы покажем компании, сколько наших людей будет на событиях. Вот там, в принципе, и каждый человек показывает, кто чего стоит, намерение и все, что с этим связано. Ну что, я очень рад и счастлив был еще больше набраться позитива, потому что я от вас это все беру, читаю, что вы пишете, благодарю. Ну все, до встречи на волнах тогда, и желаю всем очень активных месяцев, недель, у кого сколько, до событий, чтобы максимум наших людей там было. Все, всем спасибо, всех обнимаю, если так можно сказать. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok